В системе ЖКХ финансовый кризис. В республике многоэтажки, построенные еще в советские годы в таком состоянии, что без реконструкции уже вряд ли выстоят. Но вот денег на капитальный ремонт не так уж и много. И коммунальщики нашли выход. Скоро в силу вступает новый технический регламент, согласно которому менять коммуникации будут за счет жильцов. Наш корреспондент Наталья Козей всю неделю слушала расстроенных граждан. Столица Беларуси Минск постоянно продолжает расти, строиться и становится лучше. 1969 год. Молодые и счастливые советские рабочие заселяются в новенькую многоэтажку. Тогда, запуская кошку через порог, эти люди даже не представляли себе, с какими проблемами они столкнутся через 30 лет. В советское время жилье в Беларуси строили ударными темпами. Спустя 40-50 лет и Сталинки, и Хрущевки пришли в такое состояние, когда они нуждаются в капитальном ремонте. Сегодня проблема актуальна для всей республики. В Витебской области, например, сегодня каждый пятый дом ждет своей очереди на капитальный ремонт. Такая же ситуация примерно и в остальных областных центрах. Но сложнее всего дела обстоят в Минске. Жителям центра повезло. Здесь дома украшения города. А потому ремонтируют их в первую очередь. Эту Сталинку 62-го года на проспекте Независимости в самом сердце белорусской столицы на капитальный ремонт поставили в середине лета. Бригада из 20 человек должна успеть закончить все работы уже к ноябрю. Но жильцы дома не верят в такие сроки. Валерий Захарыч на себе прочувствовал – один ремонт хуже двух пожаров. А если этот ремонт еще и капитальный, то жить становится невозможно. Вот это они вывели, а вот это старое. Мы, говорит, это ничего не меняем. Вот, унитаз меняй за свой счет, ванну меняй за свой счет. И это потом долби опять дырку и опять переделывай все. В Беларуси деньги на капремонт выделяли из бюджета. Но сегодня в стране не та экономическая ситуация. А потому финансовый груз решили переложить на плечи жильцов. Новость о том, что за реконструкцию нужно будет платить из своего кармана, повергла Валерия Порощенко в шок. Ведь за 30 лет, что мужчина отчислял деньги, сумма набежала приличная. В таком случае, где эти деньги? Я всю жизнь работаю, воровать, ну, как-то не научился с детства. Поэтому денег у меня, если мне скажут 25 миллионов за то мучение, которое я перенес, это они мне должны еще 25 миллионов за моральный ущерб. Вот за этот ремонт. Так что, наоборот, получается. Стоимость капитального ремонта одного квадратного метра порядка 80 долларов. Главный инженер ЖРЭО Олег Самуилик посчитал. На капремонт трехкомнатной квартиры в 55 квадратных метров нужно затратить 4,5 тысячи долларов. Деньги для большинства белорусов огромные. Чтобы их накопить, тому же рабочему на заводе нужно трудиться больше года. Но у жилищно-коммунальных служб нет другого выхода. На сегодняшний день, пожалуй, за первые полгода, значит, затраты на проведение капитального ремонта одного метра квадратного составляют порядка 4-41 тысячи рублей. Ну, если сравнить с отчислениями, которые производит население, это даже и процента не набирается, то, что они оплачивают. Так что цифры не сопоставимы. Что тратится и что оплачивается. Этот дом на окраине столицы строили еще пленные немцы. Тогда думали на несколько лет. Но вышло иначе. Когда здесь сделали капитальный ремонт, никто уж и не вспомнит. Смотрите. Ванна. Сколько раз пытались вызывать зонтехников. Никогда никто не приходил. У него как забито, так и забито. Он ванну постоянно пробивает, пробивает. А на у него ничего, вода не стекает. Все трубы это самое гнилые. Гнилые трубы, трещины в стене и протекающий потолок. Свою квартиру Игорь Орехтин называет халупой с давно истекшим сроком годности. С меня каждый день по 14 тысяч высчитывают. И я себе сам должен делать. Он мог делать. Спешишь, падай. Сосед Игоря по дому и по несчастью Сергей Хильман ни на жизнь, ни на жест не жалуется. Пожировки платят исправно. По дому все делает сам. Жаль только, говорит Сергей, стены сам не поменяешь. Залаживаем стены картоном, потому что одежда сыреет. Невозможно появляется плесень. То есть вот именно по этой стенке, в двух комнатах. Снизу тоже здесь компьютер стоит. Ну так тоже все заложено, чтобы не сырело. И если одни спят и видят, когда же в их квартиры придут и замажут потолок, то тех, у кого евроремонт уже сделан, как, например, у Сергея, слова «капитальный ремонт» приводят в ужас. Строителей в свою квартиру мужчина не пустит. Ну с ремонтом, конечно, жалко. Сюда столько денег выложено. Не одна тысяча долларов, так сказать. Ну вместе уже новый ремонт надо опять делать. Возможно, говорят в министерстве ЖКХ, на капитальный ремонт возмущенным белорусам будут предоставлять кредит или рассрочку. Пока не ясно только под какие проценты. А еще в Беларуси планируют привлекать инвесторов в эту сферу. Будем выбирать какие-то новые районы реконструкции и попробуем вовлечь туда средства не только государственные, не только частные, именно жильцов, но и каких-то инвесторов, которые заинтересованы в реконструкции и в капитальном ремонте этой застройки. Население, в свою очередь, требует качественного обслуживания. Если уж и будут делать капремонт за счет людей, то, чтобы этого ремонта хватило надолго. Мы говорим о том, что страна сегодня должна сделать все только качественно. Качественно. Потому что некачественно – это не только большие финансовые затраты, но это и оскорбляет человека. Пока же в Минске на один дом, где проводят реконструкцию, в среднем приходится по два иска. Их подают жильцы, которые уже успели сделать евроремонт в своих квартирах и не хотят менять общие коммуникации. В Министерстве ЖКХ уже сегодня предсказывают – с Нового года, когда новый технический кодекс вступит в силу и людям придется самим платить за капитальный ремонт, исков станет гораздо больше. Наталья Козей, Вадим Трусов. Вместе. Из Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова